Когда вот, не начиная проповедь, уже что-то Бог получает для себя. Есть такие. Он с тобой уже Бог разговаривает уже. И ты думаешь, что он заговорит во время проповеди. Я часто, когда еще был поменьше, я думал, что Бог начинает разговаривать со мной, когда выходит проповедник. Но, общаясь с Иисусом, я понял, что Он начинает разговаривать тогда, это я этого захочу. Аминь. И помню, когда был маленький, я говорил, молитвы какие-то, я говорил слово Аминь. И помню, вообще, после слова Аминь, Бог уже со мной не разговаривает. Но Бог со мной разговаривает всегда. Скажи это соседу. Бог разговаривает с тобой всегда. Я сегодня хочу с вами поделиться на тему «Будь чистый перед Богом и перед людьми». Тему проповеди. «Будь чистым перед Богом и перед людьми». И я хочу прочитать стих Евангелия Матфея, пятая глава, восьмой стих. Нам всем известное место. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Аминь. Вот я хочу дать простой перевод, комментарий. Человек, который имеет чистое сердце, непорочное сердце, он видит Бога в своей жизни. Аминь. Можно быть талантливым и быть нечистым, и можно при этом не увидеть Бога. Так или не так? Можно долго ходить в церковь, знать Библию наизусть, знать великих служителей, проповедников, но не иметь чистое сердце и не видеть при этом Бога. Я верю, что чистота нашего сердца очень сильно связана с тем, будем ли мы видеть Бога в нашей жизни. Я хочу вас спросить, за какой чистотой мы больше наблюдаем? За внутренней или за внешней? Ну давайте, я хочу с вами честно разговаривать. Давайте я вам помогу разобраться. Вы сейчас сами поймете. Когда вы больше расстраиваетесь, психуете, раздражаетесь, нервничаетесь. Когда ваша одежда вымазалась, ваши волосы вымазались, ваша обувь вымазалась, или когда вымазывается ваше сердце. Вот честно скажите мне, Эльдар. Я скажу за себя, почему? Потому что за себя реагирует, конечно, когда внешне вымазывается. И кто был на нашей молитве, я уже, я не сажаю, забираю уже наперед. Потому что это видим мы, и это видят люди, которые нас окружают. Я помню, зашел на нашу молитву, уже на кухню, снимал розетку, которая еще не сгорела, или она сгорела, да, Ельдар, получается? Вот, туда-сюда походил, уже он принес на кухню, смотрел в джинсы, которые постирала моя жена, уже грязные, уже комка, надо убирать, ну, попелку, грязь на обуви, на кроссовках. И такой внутри дискомфорт, потому что ты снаружи грязный. Ну, мне вот интересно, как мы реагируем, это мы внутриво называемся. Когда появляется грязь в нашем внутреннем. Вот смотрите, каждый из нас позаботился сегодня не один раз посмотреть в зеркало. Правда? Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Я помню, значит, я не смотрю в зеркало, я живу там. Я говорю, в смысле? А оно всегда со мной. Я смотрю, как я жвачку жую, как на и губы шевелятся. И даже иногда включаю на телефоне, как эта камера называется, которая тебя... Фронтальная. Фронтальная. Вот это я жую, как вот помада, сходит, не сходит, помада, ресницы, взгляды. Я живу перед святым. Ого, это сильно, конечно. И страшно даже. Это держимость. И даже человек это делает не перед человеком, а перед собой. Конечно, Божий Марий сказал, еще когда сказал, что мы больше наблюдаем за внешним состоянием. И брат Саша наш сказал правильно, потому что нас окружают люди. Это говорит о том, что мы ходим не только перед собой, мы ходим и перед людьми. Видите, я вот заметил, что когда мы с кем-то хочем увидеться, с кем-то хочем увидеться, мы приводим себя в порядок. Правда? Вот я помню, когда я еще был неженатый, который вам секрет, и я знал, что сегодня я не выйду с издома. Вот так получались расстоятельства. Но я и не сильно голову там был, не сильно прическу приводил в порядок. Одевал такую самую одежду, которая была не жалко одеть. Мне не надо было там гладиться, выпрямляться там одежду. Но я вот заметил, как только мне нужно было выйти из квартиры, и я знал, что меня будут видеть люди, а я буду видеть людей, я сразу же приводил себя в порядок. И в этом ничего плохого нет. Вот я хотел бы спросить, а как часто мы смотрим в зеркало, где есть Слово Божие, которое покажет мне не мою наружность, а мое внутреннее состояние. Потому что мое физическое зеркало, оно не может мне показать мое духовное состояние. Правда или нет? Как оно может мне показать? Нет, оно может стать, физическое зеркало, оно может тебе показать последствия или выражение духовного состояния. Вы видели человека, который находится в обиде. Это как-то видно на его лице. Видно. А видели человека и лицу его, когда он получил тысячу долларов. Миллионы, когда для нас нереально, наверное. А если миллионы, посмотрите. А видели выражение лица человека, которого недавно чуть не сбил пояс на большой скорости? Это видно. Иисус говорит, счастливы те, кто имеют чистое сердце, потому что они Бога увидят в своей жизни. Если мы с вами трое притчей Соломона, я люблю это место, даже когда-то я его выручил наизусть. Притча 4, 20. Понимаете, что там написано? 23 стих Боге знает наизусть. Больше хранимого храни сердце свое. Потому что из него источник жизни. Но я хочу прочитать 20 стиха. Сын мой, слова мои внимай. И к ним, к речам, преклони ухо свое. На еврейке написано, преклони сердце свое. Данят хоя они от глаз твоих. Храни их, эти слова, которые я говорю, имя, в обре сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. Другими словами, они очень сильно повлияют на жизнь того человека, который эти слова примет близко. Потому что есть люди, которые слушают слова, но не принимают их близко, если это Слово Божье. И они ничего не производят. Здесь написано, потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие, и исцеление для всего тела. Больше хранимого храни свое сердце. Потому что из него источники жизни. И такой практический совет, 24 стих. Что значит хранить свое сердце? От чего хранить? Отверни от себя что? Что здесь написано? Кто со мной считает? Что написано? Ложь. Лживость. Смотрите, христиане сталкиваются с ложью. Вот я заметил. Можно не курить, но при этом лгать. Можно не пить, но при этом лгать. Можно не воровать и при этом лгать. Можно не блудить и при этом лгать. Можно не матюкаться и при этом лгать. Можно не раздражаться, не гневаться, не крещать, но при этом лгать. Бывает такое в вашей жизни? Было в моей жизни. И я борюсь с этим. Я знаю, что ложь это то, что делает меня грязным. Повернись соседу, скажи, ложь делает тебя льда грязной. Ложь. И знаете, что здесь еще слово стоит? Это для христиан проповедуется. Написано, отвергни от себя ложь и лукавство языка удалил от себя. Аминь. Все борются христианами, я заметил, с лукавством. Как вы понимаете слово лукавство? Вот, смотрите, когда я говорю вам яблоко, что у вас появляется воображение? Лимон. Кислота, да, да, что-то происходит. Что вообще? Отображение, да? Когда я слышал лукавство, это вот что, какие-то, как правильно, синоним, да, или как-то? Домой я уже не знаю. Ассоциация этого слова, да? Какое слово можно еще сказать? Лукавство, кто такой человек? Хитрый, непрямой. Слово лукавство, греческого слова, да, непрямое, то есть где-то извилино. И вот я заметил, что Бог часто обличает христиан за их лукавство, за их лукавство, и непрямую, не искренность. Еще раз я повторю, вот отсюда начинается множество грехов, и это вымазывает меня и делает меня, попрошу ваше внимание, грязным перед Богом и грязным перед человеком. Почему я сказал сегодняшнюю проповедь, будь чистым перед Богом? Почему? Если ты будешь чистым перед Богом, ты обязательно будешь чистым перед тем. Перед человеком. Ты не можешь не лгать Богу и лгать человеку. И когда ты принял решение соврать, ты уже соврал перед Богом. Такого не может быть. У меня с Данилом одни отношения, а с Богом у меня другие отношения. Бога я не обманываю, а Данила обманываю. И в кавычках да поможет мне в этом Бог. Я помню, одна сестра говорит, помолитесь за меня, я же не могла справочки подделать. Я не буду за вас молиться. Вы плохой пастор. Я знаю. Не буду за это молиться. А помолитесь, это вот не прямо, а вот как это вот. Не надо. Это такая молитва Богу не угодно. Я хочу ваше внимание, что первое, нас, христиан, делают грязными. Это наша ложь и наше лукавство. Такое исходит из нашего языка. Видите, наши уста являются открытым травмом, из которого вытекает содержимое нашего сердца. Аминь. Можно еще раз повторю? Наши уста являются открытым травмом, из которого вытекает рано или поздно содержимое нашего сердца. Пусть глаза твои прямо смотрят, и ресницы твои направлены будут прямо перед тобою. Обдувайся из юга ноги твоей, и все пути твои добудут вертым. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Я хотел бы рассказать историю, она всем известную, которая помогла в этой истории чистота перед Богом и перед человеком. Она очень сильно, знаете, очень сильно отражается и очень сильно влияет, когда мы оказываемся в грубых условиях. Вот я заметил, что внешняя красота не спасает, и внешняя чистота не спасает. Если бы выражение красота спасет. Кстати, у меня вопрос спасает, нет? Так себе. Так себе. И вот эта чистота защитила его в крупное для него время. И эта чистота его сердца перед Богом и людьми, она позволила ему еще больше этому человеку увидеть Бога в своей жизни. Можно каждую тезу сделать, что чистота моего сердца. Это открытая дверь для Божьей славы. Почему написано блаженное чистое сердце? Они Бога увидят. Они Богу говорят. Я раньше думал, узрят, это уже умрут, придут сады, что Божие, и вот наконец-то они его увидят. Я раньше так понимал, но еще так понимал, нет? Я так раньше понимал, что если я буду жить свято, то я когда умру, я увижу Бога своими глазами. Вот, слава Богу. Не я раньше так думал. Но со временем я начал понимать, что человек, который имеет чистое сердце, он сегодня может видеть Бога в своей жизни. Если ты согласен, скажи Аминь. Эльдар, ты видишь Бога в своей жизни? Сегодня видел. Вчера видел. Вчера видел. Спасибо, Эльдар, за честность. Данила, шестая глава, я люблю эту историю. Она показывает мне и нам, что делает чистота в трудное время, как она отражается. Есть какие здесь, кто не знает историю, когда Данил попал в ром с Альбами? Есть такие? Наверное, Евгения не знает, да? Слышал эту историю? Я для Жени, я у нее иногда спрашиваю, чтобы для нее рассказать эту историю, потому что, так, можно было что-то не считать. Давайте мы просчитаем. Шестая глава. Угодно было салю Дарию поставить над своим царством сто двадцать сакрапов, министров, на нашем языке, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сакрапы давали им отчет, и чтобы в салю не было никакого обременения, чтобы этот груз упал на Даниила. Даниил превосходил прочих гнязей и сакрапу, потому что в нем был высокий дух. Можно я дам определение высокий дух? Чистый дух? Твердый дух? Непорочный дух? Кстати, у меня к вам вопрос. Кому вы больше доверяете? Чистым или лукавым? Кому больше доверяете? На кого больше вы хотели бы возложить ответственности? Знаете, что я заметил? Вот имея небольшую команду, имея какой-то рук людей, я вот заметил, что когда я хочу что-то доверить, что-то передать, вот для меня первое условие я заметил, чтобы этот человек был чистый. Он может ошибаться, он может быть неталантливый, он может быть неспособный тому, что он способен. Я, это моя ошибка, когда я выбирал одно время по способности людей. Я вот заметил, что Дарий захотел его поставить, потому что в нем был высокий дух. И царь помощал уже поставить его на всем его царством. Да не так, гнязья, сатраты начали искать предлога того, чтобы обвинить Даниила, обвинить его по управлению царства. Ну, мы знаем, это зависть. Но они не могли ничего найти, ни предлога, ни погрешности, не могли найти, потому что он был верен. Прекрасное слово. Верен. И никакой погрешности или грязи, или вины пятна не оказалось в нем. Ого! Вы помните, когда Иисус ушел на голову, поговорили такие слова. «Вот идет князь мира, он дышит не в лицо, своими словами, но во мне не имеет ничего». Вот я стою перед опасностью, перед трудностями, не ожидая агония, боли, смерти, испытания, но мне не страшно. Он ничего не может сделать, потому что я чистый перед словом. Мне нравится, что Иисус был чистый перед отцом. Я бы заметил, что люди не боятся идти встречать испытания, потому что они знают, что они чистые перед Богом и чистые перед людьми. Они не могли найти никакой погрешности. У вас было такое, когда вы знали, что за вами следят, ищут вашей ошибки, ищут вашего падения, ищут вашего траха. Было у вас такое? Как у этих людей получалось или нет? Как вы это сделали? Подношение к вам? А вот помню, я не правду, говорит Саша, ты задай другой вопрос, а я тебе сразу отвечу. И я понял, что за вопрос. А было ли в вашей жизни, когда вы за тем наследили, чтобы найти какую-то изъявку, ошибку? А Бог хочет, мне кажется, больше этого. Это зависит, это я не знаю, что это качество, я по себе знаю, мне это знакомо. Эти люди сказали, мы не найдем никакого предлога против этого человека, Нанила. Если мы не найдем его, против него, в законе Бога его. Тогда эти гназья и сатрапы приступили к царю, и так сказали ему, сарь, дарь, воведь тяжелее. Все гназья сарьского наместника, сатрапы, советники и военачальники загласились между собою, чтобы сделано было сарьское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить кого-либо, какого-то либо Бога или человека, кроме тебя, сарь, того надо бросить в львинный рог. Итак, утверди, сарь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен. Это закон медийский и крисийский, чтобы он не был нарушен. Мы знаем, да, что был такой закон во время Персии и Мидии, что если даже сарь выженец указ, он не мог его изменить. А из какой-то истории видно, помните историю, где это было очень хорошо показано? Есть фильм. Сарь Гарри, не зная всего этого, подписал указ на этом победении. Он же не знал, что это все делается против одного человека. Десятый стих, посмотрите. Даниил узнал, что вышел такой закон, что сделал, спрятался. Да? Что он сделал? Пошел в дом свой, окна жаргодниц его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он и прежде того. Он не испугался этого закона. Когда эти люди посмотрели и нашли Даниила молящего и прощающего милости перед Богом. Я вам желаю, чтобы вас застукали, когда вы молитесь и прославляете и служите Богу. Аминь. Вот мне плохо, когда тебя застукивают в другом состоянии. Я помню, мне пришлось, я не хотел этого делать, застукать человека с сигаретой, застукать человека с ложью, с адмана, с лудавством, с воровством. И это очень больно. Но так приятно, когда ты врываешься в комнату или где-то, где ты не хотел ворваться, и ты застаешь человека в молитве, прославлении, в изучении слова Божьего, правильных поступок. Когда человек, он не боится, что дверь может резко выхватиться телефон из рук. И тебе не надо «Ой, подожди, я сейчас там закрою какое-то приложение». Бывает такое, да? Какое-то нехорошее приложение, только раз выхватывает и говорит «Подождите, подождите». И не успеваешь блокировать. Люди подсмотрели. Так, и они пришли и сказали «Дарсалют», осадку повеления, «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека в предпрещении 30 дней будет просить какого-либо бога, или человек, который у тебя сами просит в львы мировой». Саря отвечал и сказал «Это слово твердо казаком медиан и персом, не допускающее изменения». Тогда отвечали и они сказали «Сарю, что Даниил, который из премесов иудея, не обращая внимания на тебя Саря». Посмотрите, как они начали обсуждать его. «Не на указ хоть тобой подписан, но три раза в день молился своими молитвами». Хочу и даже до заграждения солнца усиленно старался его избавить. Но те люди приступали к нему и сказали «Знай, Сарю, что по закону медиан и персом никакое поделение или постановление крещённое сарю, не может быть изменено». Тогда Сарь повелел и привели Даниила, бросили его в голову любимые. При этом Сарь сказал Даниилу «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасен тебя». Можно вас спросить, откуда у Саря была такая уверенность? Вы не обращали внимания? Что человек, который там близко Бога не знал, как знал его Даниилу. Говорит Даниилу «Бог к которому ты служишь», как здесь написано «неизменно». Он что сделает? Спасен тебя. Как вы думаете, почему так сказал Сарь? Да он видел Бога в жизни этого человека. Даже написано за Иосифа, что Патифар неверующий человек, там написано «видел, что с ним был Бог». Представляете? Если спросить меня, если спросить тебя, видят ли люди неверующие в твоей жизни Бога? Роза, видят ли они? Я это себе говорю. Саша, видят ли твоя жена Бога в тебе? Соседи, люди в церкви, люди в других местах, видят ли они? И вот эти люди, они порой часто говорят, вот у нас же было в моей жизни, Саша, не переживай, бери Бог, купи, поможи. Я помню, а в экзамен сдавал, кто-то собирался ехать, что-то делает. И мне мои соседи с моего подъезда, говорили, да, ты переживай, ты вообще получится, ты же верующий. И принесел гулками и положил отверстие два, Исаарь запечатал его перстоп, Исаарь запечатал, да, и перстоп, вереводство и чтобы ничто не применилось о распоряжении от Аниели. Бросили, да, его в руку? Затем царь пошел в свой дворец и успел без ужина и даже не велел носить к нему еды и сон бежал от него. Полтур же царь встал на рассвете и поспешно пошел к коргу львиному и, подойдя к коргу жалобным голосом клипнул, Даниила и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог, в котором ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от любого? Наверное, уже царь Дарий решил, что Даниил мертвый. И он говорит такие слова. 21 стих. Тогда Даниил сказал царю, царь вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и зародил пасть львам, и они не повредили мне. Хочу, чтобы вы пощеркнули следующие слова. Потому что я оказался перед Богом чистым. Да и предковой я чистый, Сарин. Я не сделал никакого преступления. Аминь. Вот главная моя мысль. Будь чистым перед Богом, будь чистым перед человеком. Это трудное время тебе поможет. Аминь. я хочу вас спросить. Когда с вами что-то случается, вас не бросают в голову. Сейчас такого не было. Но вы можете оказаться в какой-то яме. Какой-то я оказался в проблеме, он говорит, я в яме. Я пол по уши в ягоди. А по уши где-то нормально. Вот. Вот я заметил, поговорите со мной, я хочу услышать ваши ответы. Когда вы чувствуете себя более спокойными, когда вы чистые перед Богом, перед людьми, или когда вы неспокойные, когда вы не чистые где-то перед Богом. Вот вы оказались в проблеме, и вы знаете, это не за вот это. Это не за то, что я сказал. Я знаю, что я взял, как казалось. Но бывает, когда тебя постигла проблема, а ты не паникуешь, ты не орешь, help me. Это чтоб никто не спал. Come on! Help me, Barry! My God! Но не дай именно роденыш, а мой Бог. Жена на не осмотрит. Когда с тобой что-то такое трудное случается, почему ты спокойный? Потому что ты чистый перед Богом. Аминь. Вот я заметил, я даже помню, я одну женщину успокаивал. Успокойтесь, все будет нормально. Нет, ничего не нормально, не успокаивай. Что случилось? А я знаю, за что это мне. А, так вы не договариваете что-то. Давайте выговаривайте, мы с вами помолимся, и вам придет покой. и вы увидите Бога в своей жизни. Видите, Даниил остался в живых. Ему львы ничего не сделали, потому что он был чистый перед Богом. Я хочу сегодня сказать твою жизнь, что ты тоже можешь оказаться в борьбе, в яме, в бороде. Еще есть одно слово, не буду говорить. Но если ты чистый перед Богом, если ты чистый перед Богом, Бог проведет тебя. Аминь. Вот когда Павел и Сила попали в темницу, помните эту историю? 16 глава Деяния. Посмотрите на их поведение. Их можно было назвать неадекватными. Их можно было осудить. Но посмотрите на их поведение. Они похожи ситуацией как Даниил. 16 глава Деяния апостола 20 стих. И приведя их к моим годам сказали эти люди будущие людей возмущают наш город. И проповедок обыщих которых нам римлям не следует не принимать не исполнять. Вот почему я говорю Ах в римляне Особенно я называю этого ребят. Ах в римляне не хотят слушать не принимать. Нам римляне не надо учить. Народ также восстал на них моим воду санвал стих надежды вели бить их палками. И дав им много ударов вергли в темницу приказав темнейшему стражу крепко стеречь их. Не похожая история на Данила. Спрятались загнали Данила палками не били. И дав им много ударов вергли в темницу приказав темнейшему стражу крепко крепко стеречь их. Получил такое приказание он вернул в их в любые демницам вот интересный момент и ноги забил колоду это надо быть им подкидом чтобы ноги загнать колоду и вот 25 стих около полуночи Павел и Сила молясь воспевали Бога и грузники служили их. Я слышал такое выражение что если твое сердце чистое на устах твоих хвала и благодарность Бога. Вы не замечали? Вот если ты чистый перед Богом ты поешь ты славишь Его. Посмотрите ну кто бы из вас если честно если бы отказался сегодня и вне пел бы песни чтобы все слушали а завтра тебя собираются убить еще добавляли мысли но люди чистым сердцем они поют Богу независимо от условий и обстоятельств в которых они оказались 26 стих вдруг сделаешь великое землетрясение так что поколебалось основание темницы то сейчас заполили все двери и у всех узы ослабели и мы знаем что темнейший страх пробудившись убитлев что двери темнейший отворены и желез вместе хотел убить себя думая что внушники убежали но Павел возгласил громким голосом говоря не делай себе никакого зла ибо все были здесь он потребовал огня убежал и митцу и припал Павлу и сели и выведя их вон сказал Государим мои что мне делать чтобы спастись они же сказали веру Господа Иисуса Христа спочешь и весь долг и проповедовали словами спор я ему и всем бывшим доме его и взял их под час ночи он был ранен их то есть это стражник и немедленно крестился сам и все домашние его и 34 стих и привяя их дом свой подлазил грабель и возрадовался совсем домом своем что уверовал вот что Бог делает с людьми которые чистые перед Богом и чистые перед людьми и я знаю часто апостол Павел когда он стоял перед царем перед Агриппой перед Фересом перед всякими знатами почему у Павла была смелость смелость с ними разговаривать смелость где-то говорили на довольно нелесиприятные вещи почему у Павла была такая смелость почему Павел смело проповедовал не боясь смерти потому что Павел был чистый перед Богом и перед людьми Матфея 5 глава давайте мы еще раз это место прочитаем Матфея 5 глава 8 стих блаженны чистые сердца ибо они Бога узрят аминь давайте мы с вами встанем будем молиться можно нам какое-то вот гусейское сопровождение